Друзья, всем доброго времени суток, вторник, вторник, 22 января 2024 года, 3 часа дня, Витязево, улица Черноморская, еду, похолодало, похолодало в Анапе, Витязево, ночью было минус 3, сейчас показывает минус 1,5 градуса, но морозно, морозно, свежий воздух, хотел сказать, воздух, то он свежий, всегда свежий, и в плюс 10, и в плюс 20, он свежий, ну свежо, свежо, ну и сразу видите, народу на улицах прям, ну вообще никого нет, практически апокалипсис для Витязева, ну прохладненько, смысла, 2-3 дня будет, потом опять плюс, ну и так погода будет колебаться, ну вот видите, сколько едем, едем, ну ни одного человека, ни одной машины, люди считают, в такую погоду лучше пересидеть, переждать, ну и я вот на машине выехал к морю, сейчас проедем к морю, посмотрим, что там у нас с морем, впереди, как вы уже заметили, параллель, пустынно, ни одного человека, вот возле Валиграда, видите, посмотрите, такие поставили ограничительные красно-белые столбики, в общем, мода пошла эти столбики везде втыкать, втыкают, втыкают, вставят, ну а и здесь вот видите, эти мини-купола, мини-теплички на теплолюбивые растения сделали, молодцы хоть, заботятся, чтоб сохранились, а то померзнут, ну вот смотрите, как смотрятся белесые такие треугольнички, как наподобие елочек. Ну, на пляж Венера сегодня я решил приехать, прийти, вот этот дальний пляж, видите, табличку почему-то убрали, вот с Венеры, ну не знаю, уже боятся, что она там вся выцветит, износится за межсезонье, но новые бы напечатали, вот это всем известные вам округи, здесь машины все ставили, 23 маршрутка сюда приезжает, конечно, привозит людей, самый популярный пляж, это Витязево стало из-за того, чтобы маршрутку удобно приехать, и с одного благоустроенный пляж тут, поэтому со всеми удобствами и поменьше народу, чем на параллели, ну и самое главное, что к пляжу, самому пляжу удобно на 23 маршрутке добраться, или на машине, но на машине все будет проблематично здесь парковать, вот видите, какой-то новый отель построили, уже закатали асфальтовую, парковочные места нарисовали, площадку асфальтовую закатали, еще, ну не знаю пока название этого отеля, ну видимо такой подход серьезный, если закатали, наверное, и свой пляж будет, естественно, ну а вход сюда, на эту площадку, я 100% уверен, здесь поставят шлагбаум, чтобы было только для своих постояльцев. Ну а мы с вами идем смотреть море и пляж Венера, ну прям прохладненько к морю приехал, пока вам разговаривал, держал телефон, аж эти руки замерзли, и ветерок такой холодный. Ну друзья, вот так по-прежнему пляж Венера после шторма, как все разрушило, разбросало, ну конечно убрали большинство, а так вот, конечно, людям серьезный урон нанесен, я еще раз говорю, пляж был оборудован прям, ну полной инфраструктурой всем, и я думаю, представляю, как обидно владельцам, видите, вот эта площадка была, где были вечерние музыкальные развлекательные программы, утренние анимационные зарядки, беседочки для курения, вот эти шатры, с игровыми аппаратами, с фастфудами, там гроохранника, туалеты, заборчики было, все посносило, все они оставили, конечно, в межсезоне, надо было, конечно, все собирать, это все рекомендуется, тем более заборчики, заборчики все снимают, ну конечно, такие штормы редко бывают, но вот видите, лучше все это предусмотреть и убрать лишние затраты, чем вот такой вот колоссальный ущерб, ну надеюсь, к сезону опять они восстановят, в этом году народу будет не меньше, стимул есть все сделать. Ветер, холодный ветер дует прямо с берега в сторону моря, вот я иду к морю, он мне в спину дует, поэтому вот видите, море совсем-совсем спокойное. Вот такое море сегодня. Да, хоть перчаточки одевай, погодка. Вот видите, даже на пляже сильно нет никого народу, но море чистейшее, вот посмотрите, обалденный такой морской морозный запах. Так, друзья, ну ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все-таки выбрался, показал я даже в морозную погоду вам море, убегаю с пляжа, вот прям ледяной ветер, ледяной ветер дует спину, руки мерзнут. Всем хорошей рабочей недели и всех благ.